Аварийные дома разваливаются, дворы тонут в сугробах, крыши не чистят. Коммунальные службы не торопятся выполнять свои обязанности, на просьбу жильцов не реагируют. Смотрите, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Рискуют здоровьем, посещая туалет. Жильцы двухэтажки пытаются выжить в аварийном доме. Чтобы не доставая, вот так присаживаемся и все. А садиться боимся, потому что весь ходунул. Травмоопасный дом. Жильцы пятиэтажки рискуют жизнью, каждый раз выходя из дома. Под снегом находится лед, многие падают, что крайне опасно. Управляющая компания предлагает жильцам самим расчищать двор. Мол, обычная практика. Выходите, чистите двор? Да, чистим. Бывает, а почему нет? Потекла крыша. Жительница Барнаула подсчитывает ущерб из-за постоянных потопов. Причина – нечищенная кровля. Стукатурка вся на пол упала. Вот здесь еще держится. Вот здесь тоже вся на пол упала. Здесь ужас, что было и каждый год. Скоро жителям этого дома придется ходить по нужде на улицу и, скорее всего, в кусты прячутся к полиции. Дело в том, что туалет в их квартирах пришел в удручающее состояние. Впрочем, как и весь дом. Дом на цеховой 14, забытый богом, чиновниками и управляющей компанией. В двухэтажном здании ютятся десятки человек. В основном – пожилые люди. Светлана Усова, можно сказать, одна из самых молодых. 50-летняя женщина по специальности не дворник. Но несколько раз в неделю берет огромную лопату и чистит придомовую территорию. Я вот здесь девятый год живу. И ни разу не видела здесь дворника. Сначала сосед чистил. Но сосед ушел на тот свет. И стафету передал мне. Очень частенько. Как снег, так чистим. То есть вы с работы приходите и опять на работе? Ну, а как? Бабульки же не возьмут лопату, не будут чистить, правильно? В подъезде картина еще печальнее, чем снаружи. Вот, например, потолок держится на честном слове. По весне валялся потолок, благо никого не пришибло. Вызвала с управляющей компанией, пришли, постукали, доотбивали. И сказали, что все, больше мы ничего сделать не сможем. У вас нет денег на ремонт. А так, как вы считаетесь собственниками, скидываете, сделаете сами. Тут розетки проходят. Тут при дождях все бежит. Крыша не ремонтирована, хоть и обещали нам. Вот с крыши, вот смотрите, все бежит. То есть крыша полностью дырявая. Наша кухня. Смотрите, в каком состоянии потолок. Тут же проводка. Вон там в углу по трубам, когда сильный ливень, все бежит в квартиру. То есть вот оно, все трещины, все-все-все идет. А вы здесь готовите? Да, мы здесь готовим. Это считается наша кухонка, вроде как. Знакомьтесь, Лидия Сергеевна сторожила дома. Живет в нем почти 70 лет. А теперь наблюдает, как с каждым днем ее родной дом и квартира умирают на глазах. Видите, все, и на потолке вот сели, а у нас подвалов нет. На бетонных балках стоит наш дом. Но даже в свои 92 Лидия Сергеевна мечтает о нормальных человеческих условиях проживания. Здание уже пять лет, как признано, аварийным. Его должны были снести, людей расселить. Но они до сих пор здесь живут и боятся элементарно ходить в туалет. Вот смотрите, здесь дырочки, они должны быть с этой стороны и с этой стороны прикрепленные. А они не прикрепленные, и мы вот так вот сесть вообще боимся. А мы только вот, чтобы не доставая, вот так просто присаживаемся и все. А садиться боимся, потому что он весь ходуном. Дом на цеховой обслуживает управляющая компания «Старый Барнаул». Но следить за проводкой, менять лампочки в подъезде, ремонтировать сантехнику пожилым людям она отказывает, мол, дом же аварийный. Мы в свою очередь задали вопрос городской мэрии, когда жители смогут переехать в новый благоустроенный дом. Ответ не раньше, чем через три года. Вам не страшно здесь жить? Страшно, не страшно. Куда мне деваться? Мне теперь уже туда вот надо идти, где крестик. Помните русскую народную сказку про лесу и зайца, где у лесы был ледяной дом, который с приходом весны растаял. Но это всего лишь сказка. А это уже реальность, настоящий ледяной дом в центре Барнаула. Его жильцы боятся, что весной здесь тоже все растает, так как управляющая компания практически про дом забыла. Здесь под снегом находится лед. Многие падают, что крайне опасно. Скользкий, заснеженный, травмоопасный. Барнаульскую многоэтажку в центре города в социальных сетях уже окрестили ледяным домом. Ледяной коркой покрылись лестницы, газовые трубы. Подъездные козырьки в сугробах, с крыши падают глыбы льда. Управляющая компания центральная натянула ленточку, мол, опасно. Что самое интересное, управляющая компания, обслуживающая ледяной дом, находится в соседнем доме. И вроде бы и дворникам идти недалеко. Но взять лопаты и почистить двор они не могут, по словам людей, уже три месяца. Жаловались, обращались напрямую в управляющую компанию, в органы прокуратуры. Но никакого эффекта это не возымело. За что люди платят деньги, никто не понимает. В управляющей компании, в свою очередь, пояснили, что чистят двор по заявкам жителей. Но, правда, признаются, этой зимой работать сложно. Загостили бураны, жителям предложили выход. Люди сами, у нас настолько привыкли, общество потребление достало. Ни один мужик или дама, любая, вот вышел, да, ну что-то хотя бы сделай сам. Вы ходите, чистите двор? Да, чистим. Бывает. А почему нет? То есть лопату берете, чистите? Да, почему нет? Вот. А, и вы чистите? Конечно, девчонки у нас чистят. То есть, ты же не справляется со своей задачей? Да, многие вообще не успевают, конечно. Ну, снег, буран, зима же себе. Не успевают один момент, второй – небольшой тариф на общедомовые нужды. По словам инженера, за квадратный метр он должен быть рублей 16, а сейчас 9. Содержать достойно дом на эти деньги нельзя. Получается, единственный выход для жителей – обзавестись лопатой и временем. К жительнице этого дома вода попадает бесплатно. Но, правда, это ее не очень радует, потому что попадает она не по трубам, а через крышу, нанося серьезный ущерб. Ленина 131. Центр города. Нина Гришаева живет здесь 35 лет. Говорит, капитального ремонта за это время не было ни разу. Крыша течет давно, а в последние годы с нее и вовсе льет, как из ведра. На днях за свои деньги пенсионерка даже наняла рабочих, чтобы снег с крыши скинули. Не смогла дождаться, когда это сделают представители управляющей компании. Здесь штукатурка вся на пол упала. Вот здесь еще держится. Вот здесь тоже вся на пол упала. Здесь ужас, что было и каждый год. Как только температура за окнами поднимается выше нуля, Нина Михайловна использует все, что есть в доме, чтобы вода не протекла этажом ниже. Ведра, банки, тазики. К тому же опустошить все емкости нужно вовремя. Поэтому даже поход в магазин для женщины – риск затопить соседей снизу. А вот ночью, я ночью, ну 75 лет, я не могу уснуть. Я только засну, надо уже вставать, выливать. Я и не спрю. Под навесным потолком приходится скрывать обвалившуюся штукатурку. Из-за нее внучка Нина Михайловна однажды чуть не получила травмы. И как эта штукатурка упала, и прям ей это хорошо, что было теплое одеяло, такое стяженное. И она упала ей, ножки, конечно, больно было, но не было травм. Логично, что проблему с крышей уже давно могла решить управляющая компания. Пенсионерка говорит, специалисты приезжали летом, запенили щели, и на этом их миссия закончилась. Пена никакого эффекта не дала. С первым растаявшим снегом история повторилась. Теперь на звонки пенсионерки в управляйке никто не отвечает. Телефон ее уже знает наизусть. Звоним с другого номера. Я все время за рулем езжу. Такой гололед ты мне звонишь. Ты позвони мне усом. Андрей Николаевич, ну я тебе и утром звоню, и вечером звоню. Мне никто не звонит. Вечером вообще мне не надо звонить. Ну а когда тебе звонить? Меня топит. Ты же знаешь, что меня топит. Ответа, как решить проблему, и на этот раз женщина не получила. Мы решили побеспокоить руководство управляющей компании и наследие сами. Нам ответили, дом старый, и его давно уже нужно сносить. От конденсата никуда не денешься. К слову, в реестр аварийных этот дом не входит, в отличие от стоящих по соседству. Со стороны управляющей, что можно сделать? Попробуем утеплить пенополистиролом сам вверху кирпичной кладки под крышей. От крыши. Попробуем. Но не думаю, что это поможет. Между тем, юристы говорят, если управляющая компания не выходит на связь или отказывается решать проблемы, можно обратиться в государственную инспекцию жилищного надзора. Но и тут есть свои тонкости. На сегодняшний день в городе Барнауле есть случаи, когда собственники даже не ведают о том, что они избрали непосредственность управления, а с управляющей компанией, так называемой, заключили договор всего-то на обслуживание по бухгалтерии, то есть выписка квитанции и по паспортно-визовому обслуживанию. То есть остальные функции управляющая компания не исполняет. В нашем случае помочь пенсионерке обещали уже в ближайший месяц. А пока стоит только догадываться, как Нина Михайловна встретит первую весеннюю отепель.